Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Трудные места Библии». И сегодня мы обращаем внимание на вторую главу книги «Бытия», четвертый стих, где мы видим словосочетание «Господь-Бог». Но что интересно, до этого места слово «Господь» ни разу не появляется в Библии. В первой главе книги «Бытия» его нет. Когда говорится о сотворении мира, говорится, вначале сотворил Бог, и далее Бог, Бог. А имя «Господь» появляется только во второй главе книги «Бытия». И вот это дало основание некоторым ученым считать, что первая глава книги «Бытия» — это такой компелитивный труд, который имеет предысторию. То есть это два разных рассказа из двух разных источников о сотворении мира. Поэтому первый источник они назвали «Элогист», потому что слово «Бог», которое встречается в первой главе по-еврейски «Элогим», это как бы один источник. А где начинает встречаться слово «Господь», «Яхве», это другой источник «Яхвист», как будто бы это речь идет о неких разных богах. Но на что не обратили внимания эти критики Библии? Когда появляется в тексте Библии имя «Господь», это не означает, что пропадает имя «Бог». И в самом этом стихе 2.4 мы видим эти два имени вместе «Господь», «Бог», 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 «Господь», «Господь», «Бог» и так далее. Что же означает имя «Бог», первое имя, которое встречается, имя Творца на страницах Библии? В контексте Пятикнижия Моисея слово «Бог», «Элогим» означает божественную правосудность. Оно просто переводится иногда как «Судьи», «Судьи». Например, сказано в книге «Второзаконие», если родители имеют непутевого сына, он мод, кутила, они должны привести его к воротам города, где сидят «Элогим», то есть «Судьи», и отдать его на суд. Мир творится, мир природы, только на основах правосудия. Потому что мир природы действует по так называемым законам природы, которые вложены буквально в эти тварные существа из мира природы. Но когда во второй главе книги «Бытия» говорится о сотворении человека, там появляется имя Божье – Господь. А что оно означает? Господь – это тот, кто поднимает, тот, кто поддерживает, тот, кто защищает. Славяно-русское «Господь» созвучно со славяно-русским «Господин». К сожалению, в советский период само это слово «Господин» приобрело негативную окраску. А до революции «Господин» – это тот, кто дает мне жилье, тот, кто кормит меня, тот, кто не оставляет меня без работы. А если будет война, «Господин» впереди всех поскачет на коне на врага, а мы, мужики, за ним в поддержку. То есть «Господь» – «Яхве» – это тот, кто дает нам жить, существовать. Потому что само еврейское четырехбуквенное имя – это наложение трех временных форм слова «жизнь», «Хая» друг на друга. Поэтому по-еврейски «Яхве» – «Господь» – тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто будет. То есть тот, который не меняется. То есть «Я буду тот же», как бы говорит нам это имя. «Как я заботился о тебе с детства, я буду заботиться о тебе и до старости». И вот те, которые занимаются критикой библейского текста, они не учитывают эти моменты. На самом деле имен Божьих в Библии значительно больше, чем эти два имени – «Господь» и «Бог». Слово «Господь» – «Яхве» встречается в Ветхом Завете где-то семь тысяч раз. Слово «Бог» – «Элогим» встречается в еврейском Ветхом Завете где-то полторы тысячи раз. То есть «Милость» – «Господь» превозносится над судом Бог. А когда эти имена встречаются вместе, «Господь» – «Бог», например, «И создал Господь Бог человека из праха земного». Это значит, что «Милость» и «Суд» встретились и облабызались. А почему имя Господь встречается при сотворении человека? Потому что человек наделен свободной волей, и Бог знал, что иногда человек будет использовать свободную волю во вред себе. А это означает, что если бы человек был бы сотворен только на основах правосудия, как только он ошибся, надо было бы сразу его наказывать или сразу уничтожать. Поэтому Творец сотворяет человека прежде всего на основах милосердия и создал Господь, но и на основах правосудия. Бог человека из праха земного вдунул в лице его, в ноздри его дыхание жизни и стал человек душою живою. Таким образом, чередование имен ничего не меняет. И помните, в Библии, в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как Саввел шел из Иерусалима в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы перенести гонения на юную христианскую церковь из Иерусалима в Дамаск. И его внезапно осиял свет с неба. И Саввел, еврей, будущий Павел, Саввел, еврей, который верил в единого Бога, вдруг спрашивает, кто ты, Господи? А что он хотел выяснить таким странным вопросом для монотеиста? Если бы язычник спросил бы, кто ты, Господи, мы могли бы предположить, что он хочет узнать. То ли это там Зевс, то ли это там Артемида Эфеская, то ли это Меркурий с крылышками на сандалиях. А когда еврей, который верует в единого Бога, спрашивает, кто ты, Господи, что он хочет выяснить? Он хочет узнать, с каким именем Господь пришел к нему. Вспомните, Моисей, когда собеседовал с Богом, и Господь ему сказал, вернись к народу. Моисей спросил, а с каким именем? Если меня спросят, кто послал тебя, что мне говорить? И тогда Творец сказал ему, скажи, что Господь, то есть милосердный, послал тебя. Потому что милосердный тот, кто освобождает из рабства, тот, кто помогает в тяжелых обстоятельствах. Таким образом, словосочетание «Господь, Бог» свидетельствует о том, это идеальное словосочетание, что никто не злоупотребляет божественным милосердием и не злоупотребляет божественным правосудием. Также замечено, что когда в Библии Бог общается с чужими, Бог, Бог, Бог. А когда Он общается со своими, Господь, Господь, Господь. Потому что суд Божий не без милости, и милость превозносится над судом. Теперь, когда вы будете изучать Библию, не думайте так, что переводчики переводили, как им хотелось. Здесь Господь, а здесь Бог, а тут нет. Во всех случаях, где в еврейском тексте имя Божье – Элагим, составители септуагинты греческого текста Писания переводили в феус, в славяно-русском – Бог. А во всех случаях, где в еврейской Библии имя Божье – Яхве, составители септуагинты переводили словом – Кириос, а на церковно-славянском – Господь. И если бы одно из имен пропало бы, появившись в начале Библии, тогда критики были бы правы. Но нет, на протяжении всей Библии мы видим именно чередование этих имен.